Опять И жду Кораблик не идет И принц в нем не плывет И ветер непопутный на беду Мелодия любви Все чудится вдали Ты ждешь ее Уже который год А скрипочку Совсем не слышу Лишь в тишине Звенит струна Ну что ж, мой друг Прости Не вышло И я одна Опять Опять Одна Долго Елене Евгеньевну выпить хочу Спасибо Шестнадцать лет, ты веришь? Молчи Шестнадцать лет, черт Хотя, Мариша, что такое шестнадцать лет для нас? Да ерунда Я предлагаю выпить за прекрасную женщину И за то, чтобы люди не терялись Спасибо Ура Спасибо, спасибо вам, мои дорогие Мерси Я поверить не могу, что ты здесь Почему нет? Мне надо было в Женеву Имя твое в справочнике У дочки твой день рождения Разве могло быть иначе, а? Следуй, что он говорит Что тихо, я тебе потом скажу А вы к нам сюда в отпуск приехали? Нет, скорее по работе Хотя отдохнуть Тоже хотелось бы А что за работа? Вы его знали? Ирина Я тоже хочу сказать тост Я пью за память моего отца Я думаю о нем Он знает Девочки Ну давайте потанцуем Я редкая птица Я вышла из дома Мне было в нем плохо Ну что здесь такого Когда есть дороги Мосты и трамваи А в доме не ждали И не понимали Прощай А люди навстречу Работать спешили Они свои крылья Давно заложили И в землю вросли Кто по пояс Кто выше И солнце уже Загоралось над крышей Прощай 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 Ей мои подарки Не нужны Ириша Можур Можур Ну что нам вспоминались? Норму выполнили? Сиди с нами Ты была на занятии? Арестован вчера швейцарской полиции По требованию Интерпола В Женевском аэропорту Одни называют Ивана Ташкова правозащитником Бросившим вызов авторитарному режиму Другие крестом отцом русской мафии Его обвинили в причастности К преступной организации Вопрос об экстрадиции Ташкова в России Будет нашел в суде Антона Женева Со швейцарской стороны Дело ведет Прощай продукции авторитарного Что ты говоришь? Ну скажи ей Что? Ну как это что? Что вот эти самые новые русские Разбазарили всю нашу страну С каких это пор наша страна? Она меня даже туда не пускает У меня к тебе предложение Есть неплохая работа Нет, спасибо, но я работу не ищу Подожди, какая работа? Работа переводчицы Ну конечно не бесплатно Нет, спасибо Она хотела сказать да, большое спасибо Маму же мизить чудо Мама, а учеба? Она уже два месяца вместо занятий Катается на пароходике Туда-сюда, туда-сюда Добрый день Добрый день Я могу вам помочь? Нет, вы не можете подавать Ну? Вот же у меня съели кьях Извините за опоздание Пробки Дизолею про ротарь Дебушон А в Женеве я па дебушон В Женеве пробок нет Зато в Москве какие А в Москве си Ну ладно, ну я пошел Господин майор, позвольте вам представить Ирину Добровольскую Наша новая переводчица Ириша, ну что ж ты не переводишь? Ты ж переводчица Переводи Меня зовут Ира Добровольская Я ваша новая переводчица Прошу меня извинить, но произошла какая-то ошибка Жанна, объясните, что у нас уже есть переводчица Господин Селёв, ваша переводчица это я Ташков хочет другую Ташков? Переведи Ваш клиент требует замены переводчицы Месье Селёв В Швейцарии кого брать на работу решает адвокат Не надо Переводить будет Ира Хорошо А ваши рекомендации? Вы уже работали переводчицей в суде? Я один раз переводила статью для небольшой газеты Великолепно Это же не серьезно Ташков арестован не за мелкое хулиганство Дело чрезвычайно сложное Он ведь задолбал Ира, переведи ему Или переводишь ты, или пусть идет нахер Слушайте, я не могу перевести это Ири, что он сказал? Что он сказал? Что вы делаете, что вы будете работать с ней Или что вы будете делать тебя Я плачу, я решаю, точка От Женевы впрямь маленький город На тобой похоже На тобой похоже Почему вы мне не сказали, что работаете на Ташкова? Люблю сюрпризы Ну почему я? Потому что ты лучшая Откуда вы все знаете? Знаю Ну почему я не знаю? Я не знаю Парни Парни Ты окажешь Субтитры создавал DimaTorzok Не вздумайте заигрывать с прессо, никаких интервью, даже бойфренду У меня нет бойфренда Вы опоздали на 6,5 минут Он говорит, извините, пробки Пробки в Москве, в Женеве, часы и шоколад Ваша новая переводчица Ира Добровольская Спасибо Знаю, дальше Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты уехал из России? Меня Откуда вы знаете, что я уехала? Ира Что происходит? Месье Ташков интересуется моим прошлым Я же предупреждал вас Ты не ответила? Мне было 7 лет Рано не знаешь ничего Итак Алло Хорошо Возьмите Возьмите Как вы можете это понять, что мы должны ждать? Он хотел бы знать Какие дополнительные обвинительные материалы готовятся в Москве Откуда вы мне знаете? Не знаю Рефлечите, это важно Это ваше дело знать Субтитры создавал DimaTorzok Скажи ему, пусть не дергается Ну и дергаться проиграет Он сказал, что вы не должны быть нервными А если вы потеряете свою работу Я надеюсь У меня нет оснований нервничать Он говорит Не надо говорить, он говорит Переводите от первого лица Хорошо Вот и прекрасно Замечательно Остается ждать Между отцом община Мой отец умер Вижу Плохо тебе На мафию ты работать не будешь Любой человек имеет право на защиту Нашла тоже себе беззащитного Телевизор выключи Я делаю то, что ты хотела Работаю Мне за это неплохо платят Только деньги очень грязные Нормально, не хуже твоих Лариша Ну, мне кажется, что ты немного преувеличиваешь Нормально, хорошо оплачиваемая работа И ничего более Олег, вот со своей жизнью Ты можешь делать все, что хочешь Но мою дочь не вмешивай Мама, а Ратик Мама, перестань Татуар Замолчи Уйди, пожалуйста Мама Что за спешка Я хочу заменить переводчицу У нее нет опыта Она плохо говорит по-французски Не знает юридических терминов И разговаривает с Ташковым Как тебя зовут? Она может перевести что-нибудь не так И... Она останется Вы будете работать с ней И точка Но почему? Зачем она вам нужна? Неопытная переводчица Знаете, Мсе Майяр У нас в России говорят Коней на переправе не меняют Захлебнуться можно В таком случае я должен информировать вас Что я рискую выйти из дела Не мельтеши, парень Слышь? И все будет путем Не мельтеши, да? Мам, успокойся А то кавалера испугаешь Мне за прошлый раз просто неудобно Олег не изменился И потом я с мужчиной в ресторане Так давно не была Олег Кузьмич не мужчина А кто же? Друг семьи Ты звонила насчет новой работы? Звонила, все хорошо Что хорошо? Ну что ты, Варьян, уже говори по-русски Есть работа в газете Переводчица Им нужен журнал И с сознанием русского И сколько платят? Да не очень Для начала сойдут Когда начинаешь? Да я уже начала Да, отлично Винсан звонил Он каждый день звонит Ну ты все-таки позвони, ему нехорошо Мамочка Ты у меня такая красивая А учебник прочтем Вопреки заглавию Все, что нам приснится То станет явью Мы полюбим всех А в ответ, а не нас Это самый лучший плюс На минус Ира Ира, вставай Киски Что такое? Она встает, тому Бог подает Вставай, одевайся, поехали Куда? Узнаешь А мама? Мама спит, ну потихоньку Давай-давай-давай О, два-три-три-три-три-три-три-трия Продолжение следует... Это Ташкова? Ташкова, Ташкова. Я на такое еще не заработал. Давай ешь. Если что-нибудь нужно, принесут. Ну, за нас. Олег Кузьмич, а зачем вы меня сюда привезли? Человека можно узнать по всему, к чему он прикасался. Мне показалось, что Ташков старается ни к чему не прикасаться. Все у него в жизни лежит на своем месте. А женщины нет. Я права? У него была любимая женщина. Одна. В России. Не могу представить его влюбленным. Она умерла 10 лет назад. Дочка у него есть. Улыбки у вас похожи. Ну что, а как твой новый босс? Моя? Нравится? Да нет, что вы. Он такой холодный. А что, он известный адвокат? Да. И очень хорошо знающий себе цену. Кажется, что он никогда не теряет контроль над собой. Ну что, поела? Поехали, отвезу тебя домой. А я хотела еще дом посмотреть. В другой раз. Пойдем. С такими судьбами. Я думал, следствию нельзя проводить допросы без адвоката. Да какой это допрос? Так, обмен любезностями. Нам надо поговорить. Вы знаете, что директор банка Конрад, господин Лейка, был на один мёртен сегодня утром в своем офисе? Нет, откуда мне знать? Ну, не знаю, папа. Пакари не выяснил. Пакари вам об этом не сообщил? Нет, он только сказал мне о моем финансовом положении. Но он мне говорила только о моем финансовом ситуации. Лейка сестраил. Он снялся. И воплощал в инстанции. И воплощал его инстанции. В следующей день, ваши счета были сблокированы. Очень странно. Если вы поедине не прогонили... Если кто-то узнает, что вы были в деловых отношениях с Ликой, это может повернуться против вас. Кто это знает? И кей-то кого-то? Мой, например. Он, например, если он знает... Кто такой Ликой? Ты знаешь, кто это? Нет. Майор, слышь, мы не знаем, кто такой Ликой. Кто это? Нет, нет, нет. Вы за кого меня принимаете? Вы думаете, меня волнует какой-то банкир-самоубийца? Вы думаете, что я что-то за что-то, что происходит в моей родине? Я волнует то, что происходит в моей родине. Что мне важно, это то, что происходит в моей патрии, мс. Майор. Ты ничего не знаешь о России. Какая разница, что говорит твоя мать? Ни от кого нельзя узнать то, чего сама не испытала. Откуда вы знаете, что говорит моя мама? Ты красивая. Глаза у тебя хорошие. Позже вот я сейчас... На сегодня хватит. Руки. Мама твоя, наверное, тоже красивая. Она хотела порвать своим прошлым, это ее право. Но ты должна сделать свой выбор. Ого, мать, Виточка, по свиданиям, мс. Кашков. Постой. Девочка, постой за меня свечка в церкви. Я не умею. Научишься. С вами трудно работать. И с ним, и с вами. Вообще с русскими, да? Не думала об этом. Кажется, что вас что-то объединяет. Какая-то тайна. Что это? Прошлое? Я его впервые увидела несколько дней назад. Свечку, пожалуйста. Пожалуйста, доченька. Это для него. Спасибо. Вы знаете, что нужно говорить? По-моему, ничего. Нужно просто подумать о человеке, которому ее посвящаешь. Кажется, ненавидим. Ага, сllégатый. Маляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Да. А что я говорила? Ну ладно. КОНЕЦ Слушай, тебе с малышкой надо уехать. До конца дела, не знаю, куда хочешь. Немедленно. Если бы я мог все бросить, я бы уже это сделал. Да, я боюсь. Вы сообщили в полицию? Поднимать шум перед процессом – плохая адвокатская тактика. Если вас хотели убить, почему вы живы? Вы не ранены? Вас могли ранить. Меня могли убить. Почему у вас так темно? Вы думаете, они здесь? Пошли посмотрим. Это чебурашка. Он же русский. Когда я была маленькая… Это чебурашка. Говорят, что он не сдается. И всегда улыбается. Он пришел к нам, чтобы нас спасти. Правда, что он похож на русского? Книги на русском тоже ваши? Нет, это моей жены. Бывшей жены. Она была русская. Она и сейчас русская, но уже не со мной. Русскому она меня так и не научила. Подожди, я тебе почитаю. Вот, слушай. Навсегда расстаемся с тобой, дружок. На рисунной бумаге простой кружок. Это буду я. Ничего внутри. Посмотри на него, а потом сотри. Очень красиво. Но я ничего не понял. Жалко. Это о прощании с детством, да? Что это? Здесь нет книг на русском языке. Я вас предупреждал. Передавать какие-либо документы абсолютно нелегально. Это вам о чем-то говорит? Это записи вашего телефонного разговора с неизвестным собеседником. В нем следует, что вы занимаетесь распространением в России швейцарского лекарства промеран. Это кажется не сертифицированным собеседником, а это значит, что оно запрещено продажи на территории Российской Федерации. Вы его обвиняете? Это провокация. Это провокация. Никакого разговора не было. Эта конверсация никогда не случилась. Какая память. Вы точно помните. Я хочу услышать записи. Он хочет слушать записи. Но это хорошо. Пакари ждет нас в своем офисе. Пакари ждет его офисе. Пакари ждет его офисе. И он, наверное, вам задаст несколько вопросов. И нечего сказать. Он не говорит ему. Пакари может аннулировать экспертизу, но только в том случае, если вы признаете, что это ваш голос. Вот приходит Дунь Господа, лютый и с гневом, полающей яростью, чтобы сделать землю пустыне и истребить с нее грешников ее. Никогда не делай мне замечаний в присутствии клиента. Извини. Боишься, что твой клиент узнает о том, что произошло? Ничего не произошло. Иван, это я. Слушай, ну все, порядок. Амиран готов. Давно пора. К вечеру все будет. Вечер корову. Нормально. Сколько? Сына выросла. Он боится. Пидай раз. Ладно, ему там ребята звякнут, проконтролируют. А то у него больше по этому поводу не звони. Забыто. Слышишь? Все. Я жду отмашки. Давай. Мсье Ташков, мы с вами будем слушать эту запись столько, сколько потребуется, чтобы вы вспомнили. Иван, это я. Слушай, ну все порядок. Пусть они выйдут. Что? Пусть они выйдут. Я хочу говорить с своим адвокатом. Мне нужно поговорить с моим адвокатом. Я имею на это право. Вы должны нас оставить одних. Не слыхано. Я даю вам десять минут. И не минуты больше. Мсье Ташков. Мсье Ташков. Я не могу построить свою защиту, в том, что он слышит в средствах массовой информации. Ты кого вздумал учить, парень? Кто второй человек на записи? Мсье Ташков. Вы правы, мсье Ташков. Нам здесь больше нечего делать. Мы уходим. Скажи ему, пусть сядет. Сядь. Сядьте. Сядьте. Такого разговора не было. Это подделка. Это подделка. Это подделка. Это подделка. Это подделка. Вы требуете экспертизу? Не очень. Эта экспертиза. На сайте мой голос. Но это его голос. Вы уверены? Вы уверены? Это подделка. Вы уверены? Ну, это будет интересно. Это подделка. Ты должна поехать в Москву. Ты должна поехать в Москву. Что он говорит? Ты увидишь своего отца? Мой отец умер. Он жив. Он умер только для нее. Откуда вы знаете? Я знаю. Поверь мне. Мой клиент отказывается отвечать на вопросы. Мы требуем проведения голосовой экспертизы. А также запрашиваем новые свидетельства невиновности моего клиента. Это все. Я не хочу, чтобы ты ехала в Россию. Это не мое решение. Это судьба. Я ничего не могу поделать. Ташков тут ни при чем. Просто он знает. К тому же это его единственный шанс. Разве ты не хочешь вылечить его на свободу? Если ты поедешь, я откажусь от этого дела. Ты не сделаешь этого. Не сделаю? Нет. Ты права. И что я волнуюсь за какую-то переводчицу? Я не буду. Я не могу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Антон Бутлер, вам что-нибудь говорит это имя? Фармакологический концерн. У нас очень мало времени. Вы понимаете, что Ликао убит? Да. Вы понимаете, кто следующий? Я. Меня уже вызывал судебный следователь. Я не уверен, что слежу за ходом вашей мысли. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Если люди, имевшие дело с Ташковым в Швейцарии, начали умирать, то я следующий. А вы имели дело с Ташковым? Ну, некоторые поставки. Существуют документы, подтверждающие ваше сотрудничество? Нет. Ташков должен был обо всем позаботиться. Тогда, я думаю, вам не о чем беспокоиться, МСМ Бутлер. Я думаю, что если вы все будете отрицать, у вас не возникнет никаких проблем. Ой, привет, малыш. Мам, мне надо с тобой поговорить. Ну, давай. Идем. Я еду в Москву. Куда? По работе. Ты только не волнуйся, всего на два дня. В Москву? Ты с ума сошла? Это невозможно. Потому что это за работа такая. Я не понимаю, с кем ты едешь, что ты там будешь делать. Нет, 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 я запрещаю тебе. Почему? Ну, как почему? Потому что ты не знаешь ничего. Там страшно. Там очень опасно. Там человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Там живут бандиты, которые воруют и убивают людей. Вот почему. Ты просто не хочешь, чтобы я увиделась с отцом. Мам, он жив? Мам, он жив? Мам, он жив? Я не знаю. Так, это значит, все это время ты мне врала. Жив, умер. Для нас он умер. Мам, как ты могла, мам? Мам, хоть раз в жизни он вспомнил о тебе. Жив. Он ушел от тебя, а не от меня. Ну что, за Россию? Это же родина твоя, а ты боишься. Олег Кузьмич, я давно уже хотела поехать. Но почему я? Почему, например, не вы? Ну, смешная ты. Ну, меня ж тут пасут. Я официальный споксмен Ивана Ташкова. Его адвокат с российской стороны. Если я полечу в Москву, меня тут же встретят. И все пропало. А ты кто? Тебе за два дня никто и не хватит. А в Москве затеряешься раз-два, и ты уже дома. Ну, и потом. Иван так хотел. А когда Иван хочет... Я хотел убедиться, что ты не переменила своего решения. Жаль, что ты со мной не едешь. Будь осторожен. Спасибо. Спасибо. Вообще Олежка эту волку не любит А я специально не стала крутым покупать Ну а зачем лишнее внимания привлекать? Олежка мне как сын А, меня зовут Нина Ивановна Очень приятно Олежка мне племянник, я его тетка Значит ты приехала на два дня по делу, да? Ну вот два дня будешь жить у меня Денег я тебе дам, сколько хочешь, слава богу, в них нужды нет Красивая Москва, да? Угу Мне тоже нравится, особенно ночью Пожалуйста, прошу Вот здесь я живу Одну минутку, сейчас я Светик включу тебе Ты увидишь эту красоту, посмотри Вот это мои апартаменты Олежек мне купил Да, не пожадничал Вот видишь А вот дизайн, дизайн я сама выбирала А вот дизайн я сама выбирала А вот дизайн я тебе А вот дизайн я тебе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, иди сюда, 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 вот сюда садись Садись, 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 садись Ты видишь, это из Южной Америки сегодня прислали О, бабочек собирать, говорят, неприлично Все, всем закрыто Вот решил Жуков Ты, господи, ты, боже мой, прелесть какая Ишь ты, молодая какая И что, уже адвокат? Я, да, да Молодец, Иван, соображает Нет, молодым-то надо А ты Всегда такая неразговорчивая Нет, это вообще-то хорошо Слушай, что у вас там происходит? Дикий запад, что ли, какой-то? Берут человека прямо на улице Сажают в тюрьму Ну, бардак какой-то Слушай Вот кассета Спрячь как следует Это то, что надо Ребята все сделали Оригинал Понимаешь? Береги, как зеницу ока Больше всего Наши спецслужбы Не любят, когда их Тычут носом Выше ошибки Ивану Федоровичу передай В беде его не оставим Работаем И на своем уровне И выше Ну, а ты делай свое Дело, не плашай Человек какой Глыба Богатырь Земли русской Надо ему помочь там На чужбине Ну, а ты и делай свое дело И Родина тебя не забудет Ладно, все Иди Время дорого Когда тебе назад-то? Завтра Ну, хорошо С Богом Тебя отвезут Все До свидания Счастливо Ты точно не потеряешься? Да не, не Все нормально Я просто хочу прогуляться Спасибо Ну, счастливо Извините А вообще Вот этот человек Ну, как, ваш начальник Это кто? Ты меня разыгрываешь Правда, не знаешь, кто он такой? Нет Ну, ты дает Ну, что ты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А вам кого, девушка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Орешка, пойдем Машечке сейчас выпьем, водочка сейчас поможет, чтоб не простыла, да? Да, моя девочка, давай. Ну, твое здоровье, девочка, твое здоровье. Крепкая, зараза, да? Что такое? Что, Иночка? Тетина, я крепа. Девочка. Я к нему пришла. Ну, и что? Орешок. Чертина. Все, 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 все. Ну, все, все, все. Ну, не надо, ну, девочка моя, ну, не надо. Ну, не надо, лапушка моя. Ну, девочка. Да не надо. Ну что ж теперь, ты его не вини, ему тоже пойди сейчас не сладко. А вот он лежит сейчас со своей молодой женой, а ведь думает о тебе, о тебе и о твоей маме. А что он может? Что снова все бросить? Ты знаешь что, а ты постарайся не думать о нем, как об отце. Не думай, а вот постарайся подумать, что он совершенно посторонний человек. И постарайся простить его и пожалеть. Бог даст, может еще свидетесь. И вы свидетесь только тогда, когда вам самим это захочется, понимаешь? А теперь постарайся заснуть, ладно? У тебя завтра очень длинная дорога. Давай, девочка. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ваня. Вань, ты? Ну, нашел я его. Давно пора. Дочку твою он, конечно, любит, но я ему денег предложил. Нормально. Сколько? Да неважно. Он такое бабло закатал, мне смешно стало. Пиздай раз. Ну, в общем, я ему все по-хорошему объяснил. Думаю, он понял. Ладно, ему там ребята звякнут, проконтролируют. Поэтому у него больше по этому поводу не звони. Забыто. Слышишь? Да слышу я, что я дурак, что ли? Не дай бог, Ленка твоя узнает. Ну, у дочери твоей тоже. Характер непростой. Ну, давай. Давай. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, выньте все из карманов. Минуточку. Все в порядке. Можете идти. Спасибо. Спасибо. До свидания. Счастливого пути. Счастливого пути. Счастливого пути. Да, давай. Что? Ой, простите. Да, конечно. Ну как там? Да так. Все такое большое. Так странно, когда все по-русски говорят. Все прошло хорошо, без происшествий. Я сделала все, как вы мне сказали, но у меня был как это... Хвост? Да, хвост. Сколько? Двое мужчин. Я их потеряла. Молодчина. Ну, а тетка там как? Хорошо. Хорошая такая, даже прекрасная. Ладно, теперь отдыхать. Теперь только все начинается. Что там у них? В магазинах? Несли, это Блэрон. Тебе больше нечего мне рассказать? Если ты хочешь спросить, видела ли я папу, то да, видела. Он женат. У него очень молодая жена, красивая блондинка. Они были очень рады, что я приехала. А если хочешь, есть другая версия. Он меня не узнал, а потом сообщил, что он трус и подлец. И что я это ему когда-то сама в письме написала. Может быть, вспомнишь, что я ему еще написала? Все, что я делала, я делала для тебя. Я уезжала ради тебя, я развелась с ним ради тебя, потому что он не хотел нас отпускать. Да, я писала от твоего имени. Каюсь. Слушай, мама, у меня там братик есть. Давай его спасем. Напишем папиной жене, что он трус и подлец. Он с ней разведется. И они с братиком приедут к нам в Швейцарию. И так всю жизнь благодарить нас будут. Петитца. Маленькая сучка. Мам, говори по-русски. Маленькая сучка. Теперь мы имеем оригинал записи, подтверждающий фабрикацию российских властей. От заведелы. Мой отец умер. Не ври. Для меня он больше не существует. Нет. Так нельзя. Он спросил мне, не нужно ли мне чего. Что он должен был у тебя спросить? За кого ты голосуешь? Мсье Ташков. Запись находится у господина Силова. У тебя нет права его судить. А я не сужу. Он хочет знать, что находится на кассете. Пошел он. А я тоже ее слышала. И что? У вас есть дочь? Сколько ей? Думаете, простит? Не она, так другая. Я. Что происходит? Ничего, я рассказываю о Москве. Итак, я не знаю, как ты. Хорошенький у тебя рассказывал. Я был парень. Его убили в разборке. Я здесь ни при чем. Зато теперь она счастлива. Так могла бы стать вдовой. Вы взяли право на себя решать. Решили все за нее. А теперь хотите то же самое сделать со мной? Я вижу, что это шло уже не о чем беспокоиться. Отец, муж сам не знает. Вот ему нужно. Да никому я не нужна. Ни отцу, ни вам. Разве только Метру Майяру? Он без меня вообще ничего не понимает. Вы говорите обо мне? Ну? Нет. Я скоро выйду отсюда. Что вам от меня нужно? Чтоб ты вернулась. Теперь уже к настоящему, по выбору. Спасибо, Иван Федорович. Правда, спасибо за все. Салон 31-й. Стих 8-й. Алло. Да. Хорошо. Что-нибудь случилось? Ладно. Хорошо, хорошо. Что-нибудь не так? Не знаю. Что случилось? Кассета пустая. Как пустая? Вот так. Ты уже ее сама слушала. Когда? В Москве. Там все было. Ташков, вы, разговор про его дочь, да, ведь? Ты ее хоть на минуту из рук выпускала? Нет. Точно? Нет. Да. Один раз на таможне. Он с ней уходил совсем ненадолго. Минуты на три. Они ее вздерли. Или подменили. Боже мой, простите меня. Это я во всем виновата. Простите меня. Это я все испортила. Ты все сделала правильно. И ничего не могла изменить. А как теперь быть? Вопрос дома, откуда они все узнали. О том, что ты в Москве, что у тебя кассета. Вообще все. Я не знаю. А ты подумай. А твои поездки в Москву узнали всего лишь пять человек. Я, Ташков, твоя мама, тетя Нина. И майор. Что хотите сказать? Не может быть. Майор? Он же адвокат Ташкова. Ташков очень крупная фигура. Такие фигуры в России больше не нужны. У них слишком много власти. Неизвестно, что из этого может выйти. Поэтому власти пойдут на все, чтобы избавиться от Ташкова. Плоть до того, чтобы заполучить на свою сторону его адвоката. Что они ему предложили? Деньги? Страх. Очень крупная монета. Господи, Боже. Ты можешь помочь. Вот здесь нажмешь и все. Запись пошла. Стукни в этом маме ножом. Или чем-нибудь в этом роде. А вот это посложнее. Его микрофон. Прикрепишь под столом. Ближе к объекту. Чем ближе, тем лучше. Верю, что у тебя все получится. Иван будет гордиться тобой. Судья, уже назначил начало процесса? Странные вопросы ты задаешь. Мы же вчера обо всем разговаривали. Послезавтра. Ты что, забыла? Мне страшно, что если меня вызовут свидетелем обвинения. Ведь я общался с Ташковым, многое знаю. Не беспокойся, не вызовут. Но я беспокоюсь. Что мы тогда будем делать? Ты работаешь на меня. Значит, это мои проблемы. Странный у нас разговор получается. Ты для этого хотела со мной встретиться? Нет, извини. Я сама не знаю, что со мной. Наверное, нервы сдают. Может быть, стоит попить витаминов? На процессе ты должна быть в форме. Хорошо, я подумаю. Прости, наверное, мне лучше уйти. До завтра, ладно? Прости, наверное, мне лучше уйти. Что вопросы, которые будут заданы, составлены российским прокурором, господином Петровским. Начинается допрос господина Ташкова. Значит, все это время ты мне врала? Ты работаешь на Ташкова? Уже нет, как видишь. Ну что же ты наделала, дурочка? Да. Что да? Что да? Работала, а теперь нет. Что случилось? Они тебе что-то сделали? Ничего они не сделали. Я сама все сделала. Можешь гордиться мной. Мам, мне надо побыть одной. Что ты скажешь судье? Ты пойдешь к ним и скажешь, что Ташков не виновен. Ты ничего не знаешь. Я прошу, пожалуйста, вот ты сделай, как я прошу. Это ты мне говоришь? Ты боишься? Прости меня. Прости меня. Господин Ташков, есть ли у вас свой бизнес в Швейцарии? Я изменю свой вопрос. У вас есть деловые связи со Швейцарией? Нет. У вас есть бизнес-партнеры в Швейцарии? Да. Я держу деньги в швейцарском банке. Господин Ташков, говорит ли вам о чем-то название лекарства Промеран? Ваша честь, я протестую. Отклоняю. Отвечайте. Нет. Ваша честь, с вашего позволения, мы хотели бы приобщить к делу вещественное доказательство номер 14.1. Иван, это я. Слушай, ну все, порядок. Промеран готов. Да, ну пора. Удачи. Музыка. Я точно. Иван. Я-я ищу. Музыка. Удачи. Я-я ищу. Я-я ищу. Мне нужно с ней поговорить. Говорит? Ты приехал поговорить. Ты жизнь сломал моей дочери. Ты друг семьи? Ты думаешь, я не смогу ее защитить, да? Слушай, не вмешивайся, ты никто не билуждал. И запомни, Марина, ты все еще пытаешься ее защищать, но ты ее уже потеряла. Месье Бутлер, знаете ли вы этого человека? Я видел его по телевидению. Вы когда-нибудь встречались с кем-нибудь из его окружения? Нет. Я бы очень хотел делать бизнес с Россией, но пока, к сожалению, инициатива находится в руках наших конкурентов. Ваша честь, боюсь, что вина моего клиента все-таки сводится к тому, что он успешный предприниматель и держит деньги в швейцарских банках. Я не вижу, как запись какого-то телефонного разговора с неидентифицированным собеседником может служить доказательством ничем более документально неподтверждаемого участия моего клиента в нелегальном бизнесе. У обвинения есть вопросы? Ваша честь, можно мне? У вас есть что-то добавить? Я буду говорить по-русски. Месье Бутлер, вы сказали, что вы никогда не встречались ни с господином Ташковым, ни с кем-либо из его представителей? Да. О, Бог. Тогда по какому поводу вы вели тайные переговоры с моим коллегой, адвокатом защиты, мэтром Майяром? Ваша честь, я протестую. Отвечайте на вопрос. Я никогда не встречался с мэтром Майяром. Вы уверены? Месье Президент, прошу приобщить к делу вещественное доказательство 1-1. Когда начало процесса? Странные вопросы ты задаешь. Мы же вчера обо всем разговаривали. Послезавтра ты что, забыл? Что будет, если меня все-таки вызовут свидетелем? Не беспокойся, не вызовут. Как ты собираешься меня отмазывать? Деньгами? Ты работаешь на меня, значит, это мои проблемы. Окей? Прости. Нервы сдают. Господин Президент, я надеюсь, суд простит в защите эту невинную шутку. Ну, разумеется, Месье Бютлер никогда не сотрудничал с месье Майяром. Возможно, они вообще никогда не встречались. И уж наверняка никогда не было этого разговора. Который является абсолютной фикцией. Как и пресловутое вещественное доказательство 14-1, предоставленное обвинением. Мы решились на столь рискованное и в чем-то даже противозаконное дело только лишь потому, чтобы объяснить суду, как легко подделать подобную улику, которая является единственным, я подчеркиваю, единственным и незыблемым доказательством, на котором построены все обвинения против моего клиента. Поэтому если признать улики против господина Ташкова, то придется признать улики, дискредитирующие одного из юристов этого процесса. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, к которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Суд постановил, что господин Иван Ташков признан невиновным. Он был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда. Откуда вы, прелестное создание? Извините, я болела. Ну ладно, теперь же вы все позади. Ты свое дело сделала хорошо. Ну поехали, отдохнем. Олег. О, ну что, ты Ивана видела? Еще нет. Ну ты все-таки подошла бы к нему? Конечно. Вы рады? А ты нет, что ли? А промеран? Иван ведь торговал им в России, правда? Ой, Ириша, ну ты и богу как маленькая. Ну какая разница, торговал, не торговал. Конечно, торговал. Он на этом промеране столько бабла срубил. Он видишь, какую вилу от Грохова. Ну и потом, дело ведь не в промеране. Это ж политика, Ира. Правда, неправда. Что такое правда? Правды нет. Есть только угол зрения. Сичешь? Секу. Ну ты все-таки подошла бы к имениннику. Ты же тоже имеешь к этому отношение. Я знаю. Иван Федорович. Спасительница? Куда же пропала? Поздравляю вас. Вы победили. Спасибо. Ты тоже, разве нет? Да. Я еще хотела вам сказать. Потому что у куклы лицо в улыбке. Мы, смеясь, свои совершим ошибки. И тогда живущие на покое мудрецы нам скажут, что жизнь такое. потому что душа существует в теле. Жизнь будет лучше, чем мы хотели. Мы пирог свой зажарим на чистом сале, ибо так вкуснее нам так сказали. не нравится мне девчонка. Слишком много думает. Я думал, это они. Я знаю, это звучит вульгарно и банально, но у меня не было выбора. У меня маленькая дочка. И вот так. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, Говорят, что на другом берегу трава зеленее. Не думаю. А промеран? Иван ведь торговал им в России, правда? Ой, Ириша, ну ты и богу, как маленькая. Ну какая разница, торговал, не торговал? А промеран? Иван ведь торговал им в России, правда? Просто мне надо было уехать. Одной. Мне нужно понять, чего я хочу в жизни. Самой понять, понимаешь, самой. Чтобы жить дальше и чтобы не жалеть, что все не так. Ириша, малыш, ты дома? Я обязательно вернусь, я тебе обещаю. Мамочка, я тебя очень люблю. Мамочка, я тебя очень люблю. Мамочка, я тебя очень люблю. Мамочка, я тебя люблю. Я редкая Я редкая птица, я вышла из дома, мне было в нём плохо, но что здесь такого, когда есть дороги, мосты и трамваи, а в доме не ждали и не понимали, прощай. Я редкая птица, я шла и скользила, я не воевала, но я победила. И крылья спокойно лежали на воле, готовые к небу, готовые к боли, прощай. А люди навстречу работать спешили, они свои крылья давно заложили. И в землю вросли, кто по пояс, кто выше, и солнце уже загоралось над крышей. Я оглянулась, вокруг было пусто, и я улыбнулась, хотя было грустно, и тень промелькнула над детской кроваткой. И я полетела спокойно и сладко. Прощай 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 Субтитры подогнал «Симон»